Держись, держись. Так, давай, давай, держись. Хозяин года, не разлей вода, лучший костюм и битва аксакалов. Более 70 четвероногих друзей показали себя на кубке Барбоса. Большая часть конкурсантов – беспородные собаки Барнаульского приюта Ласка. Часть из них уже нашла новый дом. Остальные по-прежнему ждут своего хозяина. Если у нее появится новый дом, она быстро подружится с новым хозяином. Играющий научит новые команды. И будет у него лучшим другом. К слову, это уже шестой кубок, который проводит Ласка. Однако предыдущий был в 2015 году. За это время появилось много новых жителей приюта. Забава у меня была, можно сказать, подопечной собакой на протяжении примерно полугода. Мы с ней познакомились примерно в апреле. И вот на прошлой неделе ее забрали домой, в новую семью. Не ко мне, к сожалению, никак не получалось. И вот такая очень отличная собака. Такие в приюте есть еще. Вместе со своими питомцами участники демонстрировали знания команд, яркие костюмы и прочие таланты, которые успели подготовить. Мы готовились очень хорошо. Она хорошо занималась у меня. Она очень умная и послушная. Всегда ходила со мной рядом дома. А после того, как мы готовились, она потом бегала за мной везде просто. У меня еще три собаки. Они не так бегали за мной, как она. Жюри оценивала все. Внешний вид питомца, талантливость, расположение хозяина к своему верному другу. Судим-то мы достаточно формально. То есть для того, чтобы просто поддержать хозяев беспородных животных, для того, чтобы у них тоже было какое-то интересное мероприятие, где они могли проявить свои таланты, свои достижения какие-то в выращивании питомцев, в дрессировке питомцев, то есть в уходе. Довольно большое количество из приюта берут как раз собак в качестве компаньонов. Мы открыли вот этот дрессировочный центр. Соответственно, мы видим, что люди не просто берут собачку, чтобы, ну как бы, не знаю, в качестве охранника посадить там в вольер или на цепочечку, а именно берут, чтобы с ней заниматься, давать ей какое-то такое дело жизни, какой-то дрессировкой, спортом кинологическим. Все выступления будут опубликованы на сайте приюта «Ласка». Там же выберут и победителей. Голосование за понравившееся выступление пройдет с 10 по 25 декабря. Ему немного надо в жизни. Твоя любовь и доброта погладить искренне за ухом и погонять по улице кота. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком.